Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сильно переживал Варфоломей от того, что казался таким неспособным Про любой возможности молил он Бога о помощи в учебе Однажды отправил отец мальчика найти отбившегося от табуна жеребенка Весь день бродил Варфоломей по полям и лесам, но так беглеца и не нашел И вот под раскидистым дубом на пути домой увидел он склоненного над книгой старца Это что, лев? Что, Чадо, картинка понравилась? Еще как понравилась! Ой, простите! Здравствуйте, отче! Так держи, почитай! Тут и содержание прекрасно! Не умею я читать! Как не бьюсь! Даже молитвы мои не помогают! Я за тебя помолюсь! Вот, слежу-то просфору! Позвал мальчик старца в дом к родителям Дом у боярина Кирилла, хоть и не богат, а путника всегда примет и накормит Сперва пища духовная Прочти-ка здесь Читай! Будут есть Белые И насыщаться И во-во-во-во-с-палят Гос-по-да И Щу-щи-е-е-е-во И сказал им старец, что Варфоломей избранник Господа И ждет его великая судьба Да не как-то ангел Божий Чача, чача, смотри! Жеребенок вернулся! С тех пор Варфоломей не просто стал бегло читать Но и глубоко понимать написанное Шло время Дети росли Матушка, я на холл Дмей запускай Ой А! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Летит! Снова летит! Детские годы пролетели незаметно Старший брат Стефан готовился стать ученым мужем Младший брат Петр собирался жениться А заветной мечтой Варфоломея было уйти в монахи Так, Надей, ледренно простудишься ведь Дети выросли, а родители состарились Петр и Стефан разъехались Но как не хотелось Варфоломею уйти от жизни мирской в монастырь Как не рвалась душа его исполнить свое предназначение Не покинул он родителей Отец, я в церковь, скоро вернусь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А под старость родители Варфоломея И сами захотели принять монашеский постриг И удалились в Ходьковские монастыри Но и тогда не оставил их Варфоломей Лишь когда земной путь их подошел к концу, сполна отдав сыновий долг, пошел Варфоломей к своему предназначению Есть посреди радонежского леса холм, свободное деревьев, маковец Здесь Варфоломей церковь поставил во имя Святой Троицы Здесь он нашел уединение для труда и молитвы Здесь был пострижен в монахе И новое имя обрел Сергий И здесь же он нашел уединение для труда и молитвы Жизнь в лесу была полна тягот и лишений Ай, слава богу, осталась еще одна краюха хлеба Но трудно было не только человеку В тот год зима выдалась особенно лютая, голодная Субтитры создавал DimaTorzok Что, косолапый, голод спать не дает На, вот поешь Но не только голод, холод и одиночество осложняли жизнь отшельника Здесь Сергия ждали испытания и пострашнее Темные силы хотели напугать Прогнать Сергия Заставить отступить с выбранного им пути Прогнать Субтитры создавал DimaTorzok Айф preservation Отсправить КОНЕЦ Господи, укрепи мой дух. Не дай сойти с пути своего. Огради меня силой у креста твоего. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова С тех пор купец изменился и остался в обители простым трудником. Но к Богу путь у каждого свой. Ты во всех держишь, брат. Водица-то побыстрее набирай. А как быстрее? Иссекает родник. Не бежит вода. А другой источник? Далеко. За лесом. Полдня пути. Но не источник. Ха! Нож нет. Благослови, очи. Что случилось, братья? Отвернулся Господь от обители. Без воды мы остались. Не может он отвернуться. Попросим с верой. Услышит Господь. Поможет. Просили уже. Каждый день просим. Уж я точно с верой прошу. Моей веры на двоих хватит. Да вот. Иссяк источник. Не то место ты для обители выбрал. Ну а что? Зачем мы здесь? Душ спасать? Или о воде просить? А? Вот че. Отец Сергей? Да где же отец Сергей? Нет его в обители. Нигде нет. Я виноват. Обидел я его. Может, в лес пошел? Где же ты, отче? Неужели слова глупца близко к сердцу принял? Слава Богу, нашелся. Нашелся! Нашелся! Недалеко тут! Прости, отче. Забыл я про подвиг веры. Что мне делать? Хочешь, из-за леса носить воду стану? Хочешь, воду росу с травой собирать? А? Вода! О, не чудо! Вода! Вижу я, чудеса твоя вера творит. Чудеса Бог творит. А вера нам помогает. Обитель росла, и после смерти первого игумена нуждалась в управлении. Но не лежала душа отца Сергия к тому, чтобы начальствовать. Хотел он быть простым монахом. И даже переславский епископ Афанасий не сразу смог убедить его возглавить монастырь. Сам я желаю учиться, а не учить, повиноваться, нежели начальствовать. Но боюсь суда Божия, и не знаю, что угодно Богу. Сын и брат мой, к Тебе воззвал Господь Бог, посему Ты и будь отныне отцом и игуменом для братьев, Тобой уже собранной в новой обители живоначальной Троицы. Как Господу будет угодно. Вот так отец Сергий и стал игуменом. Но трудное было время. Уж больше века под Ордой Русь жила. А пришла Орда, как поток. Ни один князь держать ее не смог. Того, кто от пора смелился дать, разоряла и жгла. Так за несколько лет всю Русь и покорила. И чтобы снова Орда не пришла, с тех пор Русь ей дань платила. Первым, кто открыто против Орды выступить решил, был князь Московский. Дмитрий. Хватит Орде подчиняться. Не буду больше дать платить. Хорошо подумал, князь. Не выстоит Москва одна против Орды. Да, одна не выстоит. По кусочку Русь на княжество разбита, потому Орда нас и покорила. Сплатиться нам надо. Только ни один из князей властью своей поступиться не желает. Что ж у них силой власть забирать? Силой лишь власть у князей взять можно. Но тебе же верность их нужна? Согласен, отче. Русь тогда сильна будет, когда князья сами придут и рядом станут. Единением и любовью спасемся. Служи, Руси, князь. Бог даст все устроиться. А я тебе помогу. Служи, Руси, князь. Служи, Руси, князь. Служи, Руси, князь. Служи, Руси, князь. своей и на бой на вдохновить и к миру с важнее гости в обитель пожаловать сам князь дмитрий московский всех собрали отча всех кто за русь побороться желает крепкие у тебя иноки богатыри пересвет и ослябя бояре бывшие дружинники ослужили где у князя ростовского баскаков охраняли сборщиков дани ордынских куда ты один с вилами так орду не одолеешь за тебя что творите-то братья под одним же богом ходе нет стой Играет музыка врага оберегай как искупить такое есть лишь один способ в монастырь пойду к отцу сергию да нелегка иная служба но набрала уже силы русь может теперь и с ордой сразиться большая битва грядет все князья наконец собрались победим свободными станем а проиграем навеки под ордой останемся не сомневайся князь бог с тобой ты победишь благослови тебя господи что творите-то брать под одним же богом ходим а пусть пересветы ослябия с тобой дам им оружие нетленно которое послужит им вместо щитов и мечей так и мы за русь поборемся птицы явились преподобному как пророчество множество учеников что последует по его стопам что разделят с преподобным монастырскую жизнь и станут свидетелями великих чудес появление божественного огня и сослужение ангелов во время совершения преподобным сергием литургии явление при святой богородицы и и многих других пророчество сбывалось множилось число учеников преподобного но много больше обители будет основана руками учеников преподобного разлетевшихся подобно птицам во всем уголкам русской земли в середине 18 века троица сергиев монастырь получил статус лавры а после разгрома наполеона лавра приняла в свои стены первый в нашей стране вуз слабяно греко-латинскую академию которая здесь получила свое современное имя московская духовная академия ученик в том, что теперь ученикumu не динесет альбом в нашей стране а если ученикesh напоминаю 1 и 2 1 2 2 2 2 2 Продолжение следует...